Рассматриваем 31 вопрос повестки. Борис Маркович, прошу. Уважаемый Дмитрий, уважаемые депутаты, вопрос реорганизации, да? Я бы считал возможным и необходимым по этому поводу просто высказать позицию Министерства здравоохранения, которая согласована с медицинским сообществом и в принципе профильным комитетом, по вопросам, связанным с основными целями, задачами тех мероприятий, которые предлагаются согласовать. По сути дела, в предлагаемом варианте реорганизации, юридическом, укропнение учреждений, ряда медицинских, предлагается, по сути дела, создать новые модели управления первичной помощью на территориях Октябрьского и Ленинского района города Красноярска, в городе Норильске, а также укропнить путем присоединения участковой больницы к Бабучанской районной больнице, Чуноярскую участковую больницу и укропнить центр крови номер один, номер два, созданием обособленных филиалов. Сразу хочу сказать, что в этом отношении позиции Министерства здесь таким образом формулируется. Для нас это начало процесса создания новых условий для повышения доступности и качества медицинской помощи в юридически укропненных медицинских организациях. Структурные подразделения будут все сохранены. Мы соответствующим образом прописали и соответствующим образом будем исполнять обязательства по поводу того, что ни один медицинский работник, ни врач, ни средний, ни младший медицинский персонал под сокращение в рамках реорганизации не попадают. Я понимаю, озабоченность всегда это ответственность в процессе реорганизации. Я думаю, вот та фразеология, которая в пояснительной записке была, она немножко имеет там разное толкование. Там указано о том, что вакантные должности в этих учреждениях сокращены, но именно вакантные должности медицинские работники в этом отношении, конечно, сокращаться не будут. Будет централизованная управленческая система, бухгалтерские службы и так далее. С точки зрения, как мы действовали, мы целый год обсуждали, готовились серьезно к тому, что будет в новой структуре. Провели соответствующие официальные консультации с отзывами органов местного самоуправления, с коллективами для того, чтобы согласовать позицию, что это не просто какой-то процесс оптимизации, это действительно изменение подходов к организации медицинской помощи. В частности, для Красноярска и Норильска современная модель будет предполагать в ряде укульпсионных поликлиниках. Это единый диагностический центр, единый центр амбулаторной онкологической помощи. И за счет централизации ряда подразделений, вспомогательного профиля, лаборатории и так далее, мы высвободим достаточно большое количество помещений, для того, чтобы можно было дополнительно увеличить количество участковых врачей. Для Красноярска эта тема актуальна, мощности поликлиник просто на это не рассчитаны, собственно, помещений недостаточно. Поэтому в этом отношении те обязательства, которые нам официально заявлены в органы местного управления, я думаю, контрольной точкой первой будет после принятия положительного решения юридические вопросы первого квартала. После этого мы предоставим исчерпывающие отчеты в органы местного управления, в комитет. И я думаю, что при необходимости в середине года можем рассмотреть повторно, чем, собственно, этот этап работы завершен, и дальше будем двигаться в развитии. Хочу только сказать, что при планировании этой работы в рамках бюджета и программы модернизации первички на эти учреждения суммарно будет направлено 383 миллиона рублей на капитальные ремонты. Это вот в составе реорганизованных учреждений. И, соответственно, мероприятие по строительству поликлиники в Талнахе включено как раз в раздел, так сказать, мероприятие, связанное с изменением системы организации помощи по Норильскому промышленному району. Спасибо. Борис Маркович, на комитете я говорил о том, что реорганизация, конечно, необходима, но меня... Я хочу отметить именно присоединение Чуноярской больницы к Богучанской. То есть реорганизация в городах понятна, то есть нет больших расстояний. Между Чунояром и Богучанами 110 километров. То есть проблема не в том, что центр будет в Богучанах и управляться будет Богучанами. Проблема в том, что жители обращаются, что становится дневной стационар, не будет круглосуточного содержания, и это будет влиять на ситуацию в Чунояре. Поэтому я все-таки хотел бы предусмотреть, что в отдаленных территориях, в северных, если присоединяются, все-таки оставлялись койки для круглодневного содержания. То есть хоть какое-то количество, потому что 110 километров, учитывая дороги и расстояния, но это не только в Чунояре, это там и Ангарский, и Гремучий, и другие больницы, которые находятся в отдалении. Поэтому при реорганизации я просил бы учесть вот эту тематику. В обязательном порядке эти мероприятия при реорганизации будут исполнены вот так, как мы и на комитете обсуждали. Письменно мы получили отзыв органов местного собрания Богучанского района на нашу информацию о той структуре, которая будет после реорганизации. Чуноярская участковая больница в полном объеме сохраняется, как обособленный филиал, с дневным и круглосуточным стационаром. То же самое по поселку Ангарский. По поселку Ангарский сейчас там функционирует участковая больница с круглосуточным стационаром. Дневной стационар не функционирует по причине отсутствия лицензии. В настоящее время учреждением получается лицензия. И, соответственно, они в законном режиме с следующего года начнут работать. Уважаемый Борис Маркович, у меня к вам просьба, не вопрос. Направить в мой адрес письменный ответ по согласованию реорганизации органов местного самоуправления Норильска. Хорошо. Будьте так любезны. Мне это нужно будет для дальнейшей работы. Обязательно. Спасибо. Егор Сергеевич, пожалуйста. Борис Маркович, ну вот эти, получается, пять реорганизаций, которые инициированы министерством, для понимания, какое количество персонала в результате реорганизации будет сокращено, включая вот отдельно цифра административно-управленческие персоналы и персонал по обслуживанию зданий и врачей. Вот эти цифры можно назвать по всем учреждениям, которые предлагаются к реорганизации? Можно, конечно. Врачей ни один человек не будет сокращен. Средних медицинских работников ни один человек не будет сокращен. И младшего медицинского персонала ни один человек не будет сокращен. Будут сокращены вакантные должности, которые не заняты в этих учреждениях, и произойдет при реорганизации сокращение персонала административно-управленческого. Да, будут главные врачи, соответственно, их должности переведены на руководителей структурных подразделений, плюс за счет централизации бухгалтерских служб будут сокращены часть специалистов и должностей бухгалтерских служб. Так, а вот сейчас, получается, вот эти незанятые ставки врачей и младшего медицинского персонала, сейчас врачи действующие работают совместителями, получается, получая тем самым дополнительную оплату труда. И вот в этой ситуации при сокращении вот этих незанятых ставок у них, получается, размер оплаты труда-то сейчас уменьшится, вот с учетом отсутствия совместительства за счет ставок незанятых. Здесь мы следующим образом будем поступать. Вакантные должности у нас и в действующих учреждениях периодически сокращаются в зависимости от того, есть на них функция трудовая или нет. Поэтому уровень оплаты труда работников, которые работают в учреждениях и будут продолжать выполнять эту же самую работу, уровень оплаты труда снижен не будет. Просто законодательством это не позволено сделать. Ну, совместительства у них уже тоже не будет, потому что ставки будут сокращены, на которые можно было бы совместителя принять. Вы знаете, здесь вопрос таким образом формируется. Большая часть вот этого вакантного штатного расписания разрабатывается сейчас в учреждениях не совместительством, а совмещением. Это стимулирующая выплата. Поэтому объем стимулирующих выплат и вообще фонд оплаты труда в этих учреждениях на оплату труда медицинского персонала будет сохранен. Потому что есть дорожная карта по указу президента, которая не предполагает сокращение зарплаты, предполагает только рост по персоналу, входящему в указные категории. Услышал ответ. Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Прошу. Борис Маркович, Вы давно в здравоохранении работаете. Мне тоже известны практики прежние. Потом произошла одна реформа, в результате которой случились такие казусы. Например, в центральном районе была женская гинекология в центре района. Потом всех женщин, которые собираются рожать, прикрепили пятому роддому. То есть это уже другие расстояния. Вот не видите ли Вы рисков сейчас при изменениях? Ну, во-первых, сработало ли вот это изменение, которое случилось, по-моему, в 2010-м, либо в 2011-м году, когда глав районов по существу вывели из игры в управление здравоохранением? И случился коронавирус, сейчас как-то они все стали работать в контакте. Пожелание первое, все-таки оставить эту практику, чтобы главы были участниками процесса. Вообще это, ну, главная миссия по существу, здравоохранение, образование там. Но они, и главврачи я знаю, в Полярскому району, когда были сами по себе, и когда происходили такие забавные вещи, проходит мероприятие района, юбилей района. А главный врач говорит, заплатите мне за скорую помощь, чтобы поставить ее 300 метров от больницы на стадион. Все-таки вот в этом плане, прошу обратить внимание. Дмитрий Иванович, принята совершенно эта позиция по тому, что любые вопросы, связанные с охраной здоровья населения на территории, они в зоне ведения и краевого правительства, и органов местного управления. И у нас с каждой территорией подписано соглашение о взаимодействии. К сожалению, не везде оно действительно эффективно работает. Но вот то, о чем я сказал в части сегодняшнего тематики сообщения, мы здесь досконально в течение года со всеми органами местного управления проработали. И, соответственно, после того, как этап будет первый завершен, мы вернемся к этой теме, для того, чтобы посмотреть, как новая модель будет улучшать доступность. Принимается. Спасибо. Александр Александрович, пожалуйста. Ну вот, Борис Маркович, вот только что сказали вы, что со всеми органами местного самоуправления отработали. С медицинской общественности обсудили. Открываю дополнительные материалы. Ну, с какими органами вы местного самоуправления отработали? С главами территорий в лучшем случае. И то по Красноярску даже мэр постеснялся сам подписывать вам свое согласие. Потом скажут, это замы мои подписали, не читая, не разбираясь. С представительными органами вы не обсудили. С коллективами, самое главное, вы не обсудили. Кто подписался? Профсоюз медицинских работников. Где вот вообще этот профсоюз, когда постоянно идут жалобы от врачей на нехватку средств защиты, на отсутствие доплат обещанных? Я когда людей, которые мне жалуются, спрашиваю, у вас же профсоюз есть. Они говорят, да, этот профсоюз интересы министерства давно обслуживает. Народный фронт подписался. Тоже согласен. Потом будут в эти оптимизированные поликлиники носить пульсометры. Поэтому, ну, так нельзя реформы проводить. Если вы считаете, что действительно это необходимо, вы должны всех убедить и показать, что действительно это правильное решение. А так, получается, ну, собрали пакет документов формально, а потом, когда начнут бастовать трудовые коллективы, когда проблемы у пациентов начнутся, вы опять кусты. Я предлагаю не голосовать за это решение. Пусть министерство еще раз проработает, со всеми обсудит. Спасибо. Александр Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Борис Маркович, ну, трудно не согласиться, да, с коллегами то, что они говорят. Вот, на мой взгляд, очевидные вещи. Я думаю, что многие здесь и сидящих думают так же, как и я, и те, кто выступали люди. Не берут на себя просто-напросто ответственность и сказать вам в лицо. Но у нас есть на сегодня примеры, ну, негативные примеры реформ здравоохранения. Вы сегодня говорите о том, что надо опять сделать, все будет хорошо. Сократить мы никого не сократим, только сократим вакансии. Подождите, эти вакансии заполнять надо? Это, как правило, узкие специалисты. Это, как правило, то, чего сегодня людям не хватает. Ну, раз там нет, мы вакансию сокращаем. Ну, зачем набирать, зачем учить, зачем ставить, когда взять да сократить вакансию? Вы скажите, что вам двигает? Вот вы мне как мужик мужику ответьте. Вот нужно реорганизовать. Зачем? Главврача убрать. Ну, давайте мы вам поможем его убрать. Что люди от этого получат? Ну, отсутствие главврача там в деревне у Симановского на территории, да даже в Ленинском районе, это отсутствие возможности лоббировать интересы жуткие конкретного коллектива, конкретного специалиста, создавая ему условия работы. В том числе там и заработную плату и полставки. Вы оптимизируете, главный врач будет, ну, хорошо, в центральном районе там, значит, женская консультация, переехал гаврач, ну, здорово, поехали там туда, и то, проблемы. А если это, допустим, сотня километров, все, забудьте о больнице. Нас с вами не будет в этом зале, а вы сегодня отчитаетесь, что и с депутатами согласовано, и с мэрами, и со всеми на свете. Да, я думаю, участников непосредственно сюда пригласить не скажут, вы что, караул, все, забудьте про нас. Мы видим, вот у меня перед глазами поселок Стрелка, города Лес-Сибирска. Наоптимизировалось министерство настолько, что на сегодня вместо нормального пункта здравоохранения, значит, скорая помощь подъезжает сюда, к парому, а отсюда больного привозят. На пароме его перетаскивают и везут к больнице. Также тело покойника и всех остальных. Детей проверить узкого специалиста нету, глазного врача тысячу лет не было и так далее. Вот мы к чему. Вас не будет, нас здесь не будет. Этим оптимизированным, значит, больницам приходит каюк. Ни ремонта, ни коллектива, никого. Ни праздника, ни поминок. Поэтому я категорически, значит, против принятия этого. Вы скажите, где вы реформировали и стало классно и замечательно. И коллективу, и людям. Нет такого, я думаю, у вас примера. И этот ковид нам сегодня показал. И вы в том числе подпрыгиваете вместе со всем министерством. Извините за эмоции, спасибо. Могу не комментировать. Да, ну, это, позвучала оценка. Пожалуйста, Денис Геннадьевич. И что вы все на него напали? Он не виноват? Он не виноват, знаете. За ним стоят другие. Другие, повыше начальники. Если он здесь назовет имена и фамилии этих людей, то мы будем уже понимать, где враг находится. Чиновники нам морочат голову по поводу того, что вот сократят ставки эти. Тут по-русски написано, что людей будут сокращать. По-русски. Нам зачем голову морочить? Мы не будем это поддерживать. Однозначно не будем. Если бы вышли за то, чтобы, и предложили бы за то, чтобы открыть там медучреждение, оставить, сохранить, открыть еще. А в такой ситуации, мы все временщики, все чиновники, депутаты, все временщики. Получается, другие придут, и потом придется нам расхлебывать. А чиновники-то уйдут, в том числе вы уйдете, наверное, скоро. Мы надеемся. Ну что сделаешь? Спасибо, Денис Геннадьевич. Марина Ивановна, пожалуйста. Вы знаете, очень трудно, конечно, удержаться, хотя в этом созыве говорить вообще ни о чем не хочется. Только по одной причине. Не хочу говорить конкретно пофамильно, это глупо, это вообще практика последнего созыва. Трижды комитет откладывал рассмотрение данного вопроса, осветив его во всех абсолютно мессенджерах для того, чтобы депутаты с мест могли принести свои доводы, привести мнение коллектива, привести мнение депутатов и так далее. Трижды мы ждали того, что будет откликом с того самого места, которое реформируется. Три раза на комитет не пришел ни один из тех, кто сегодня выступает. Вопросы были у господина Симоновского, если вопросы были разрешены в рабочем порядке и обсуждены на сто рядов. У нас сессия, понятно, место для диалога и полемики. Но когда сессия становится местом пиара, само пиара, и когда все вопросы не рассматриваются, и с мест не сообщается мнение тех самых людей, за которые сегодня так громко говорят, все это выглядит очень неубедительно. Поэтому представители всех фракций, которые находятся на комитете, могли бы все эти вопросы снять. И уверяю вас, если были бы доводы, о чем говорят сегодня коллеги, убедительными, то вопрос о реорганизации сегодня на повестке не стоял. Потому что качество, это главное, что имеет это не оптимизация, а реорганизация. И что получат эти самые люди, мы рассмотрели в течение трех часов на протяжении трех заседаний. Поэтому предлагаю полемику прекратить. Более того, многие депутаты вообще не смотрят ни повестку и себя не обозначают даже как члены комитета. Поэтому предлагаю голосовать, тем более у каждого есть свое мнение, и убеждать кого-то в чем-то, просто глупо. И самое страшное, что мне кажется, был бы Леша Клешко, вот он бы в гробу перевернулся. У каждого из нас есть два помощника. У людей из фракции есть консультанты. Если вы сами не члены комитетов, ничего не мешало заявить позицию от имени вас, людям, получающим нехилую зарплату, чтобы не устраивать здесь цирк, который устраивается просто каждую сессию. Спасибо. Иван Александрович, пожалуйста. Борис Маркович. Продолжение выступления депутата Бойченко по поводу реорганизации в городе Лисосибирске. Обращение граждан, порядка пяти обращения граждан только за одну неделю было получено. Благодаря какой реорганизации было принято решение закрыть кабинет ВИЧ-инфицированных и перенести его в обычную поликлинику. То есть мы с вами понимаем, что город маленький, что там все друг друга знают, и мы в противном случае, и они пишут об этом. Никто не пойдет в обычную поликлинику, в этот ВИЧ-кабинет. То есть тем самым нарушаются права граждан. Вот я бы вас даже не как вопрос, а просто попросил бы обратить на это внимание. То есть можно реорганизовываться в такой степени, что мы потом все вообще снесем в поликлинике. Можно. Иван Сергеевич, к сегодняшнему разговору, конечно, мало это отношение имеет. И изменения в приеме граждан это никакая не организация. Это, видимо, какие-то внутренние распоряжения медицинской организации, связанные с перенаправлением туда потоков. На самом деле, вы подняли важную тему ВИЧ-инфицированные граждане. И те стигмы, которые стоят сейчас в обществе, они разрушаются постепенно. Поэтому мы обратим внимание, это, конечно, никакая не реорганизация. Это какие-то внутренние изменения потоков пациентов. Может быть, они связаны с санитарными сейчас ограничениями. К сегодняшнему разговору, конечно, это мало относится. В Лесосибирске ничего не реорганизуется. Я бы попросил, чтобы обратили внимание на это. Обратим обязательно. Спасибо. Илья Александрович, пожалуйста. Спасибо большое, Дмитрий Ильич. Поддержу отчасти Марины Ивановны, потому что здесь много как-то всего намешано. Обращаясь к тому, с чего начал Виктор Иванович, отмечу, что присоединение женской консультации к роддому номер 5 не привело к закрытии консультации на улице Конституции. Потому что он там продолжает работать. Это исключительно структурные преобразования административно-управленческого персонала. Если называть вещи своими именами, речь идет о присоединении к эффективным управленцам, к эффективным главным врачам, как, например, Андрей Андреевич Любченко в поликлинике номер 4, который во время как раз коронавируса и всей этой эпидемии показал невероятную эффективность в выстраивании работы собственного персонала. Или тот же самый Александр Николаевич Винтин из Ленинского района, по которому минимальное количество жалоб, которые все через комитет проходят. Поэтому вот здесь я предлагаю, по крайней мере то, что касается города Красноярска, это абсолютно точно сокращение административно-управленческого персонала. Врач не может получить меньше в случае, если у него не будет совместительства. Это закон, это указ президента, это соответствующие способы формирования заработной платы. Поэтому я предлагаю тоже прислушаться к мнению комитета, Юрий Михайлович его озвучит, и поддержать инициативу Министерства здравоохранения о реорганизации, с точки зрения реорганизации и сокращения административно-управленческого персонала, потому что высвобившиеся средства, это пояснительные записки также были, пойдут непосредственно на лечение и оказание медицинской помощи. Спасибо. Спасибо, Павел Викторович. Борис Маркович, все-таки по поводу Норильска. Поликлиники, которые планируются к объединению, вот суть мне непонятна, потому что эти поликлиники находятся в разных частях города Норильска, между ними расстояние порядком 25-20 километров, вы там правильно, кстати, в этой записке указано, что метеоусловия порой дают сложную обстановку, чтобы специалистам передвигаться из одной поликлиники в другую. Вот все-таки суть. Для чего? Административный аппарат сократить, потом эти деньги направить, ну не знаю куда, но потом подскажете куда. Или что? Или все-таки воспользоваться, ну вот просто я не совсем понимаю, такую мотивацию, как за счет одной поликлиники другую поликлинику полностью снабдить специалистами, в которых их не хватало. Но опять же говорю, это касается разных районов. Между ними большое расстояние. Не думаю, что из города Красноярска кто-то поедет в Емельяново или там в Сухобузима из специалистов работать в один день. А там примерно такие расстояния. Вот суть, кратко, если можно. Что мы в итоге получим там? Хорошо. Если можно, уже коротко. Все-таки современная система управления, Даня Павлович, вы лучше меня знаете, каким образом повысить эффективность управления ресурсами. О чем мы говорим в Норильске? И вообще в учреждениях с небольшим ресурсом. С учетом того, что мы всегда будем существовать в условиях дефицита ресурсов. Каких-то не было там человеческих, финансовых. Мы столкнулись с тем, что маленьким ресурсом очень сложно управлять. На примере Норильска, значит, как вы говорите, в Толнахе, в КРК, и в первой поликлинике недостаток специалистов. Где-то больше, где-то меньше, где-то сверхдоступность, где-то маленькая. Когда мы имеем три юридических лица, оснований перемещения специалистов, для того, чтобы по кому-то графику приехать, посмотреть в поликлинике граждан, нет. То же самое касается и учреждений, связанных с районами, там еще на Ярской больнице, и во многих других районах такая проблема существует. Приказать одному главному врачу командировать врача в другое юридическое лицо юридических оснований. Это один из моментов, связанных с тем, что юридическое изменение, укрупнение учреждений позволяет этим ресурсом управлять законно и более оптимально. Ну, я не говорю сейчас о административном управлении и экономике, и бухгалтерии. Значит, мы же видим, где проседает сейчас ситуация, особенно с выплатами. Вот Александр Александрович метко всегда подмечает, что вот там где-то задерживают. Мы разбираемся, почему это происходит. Да просто в учреждениях здравоохранения небольших. Отсутствуют специалисты с достаточно... Я имею в виду специалисты управленческие. С достаточной подготовкой для того, чтобы своевременно бухгалтерские документы провести. Понимаете? Поэтому эта же проблема, и ее тоже нужно решать. Поэтому вот я назвал как бы два пока момента, в отношении которых мы видим улучшение эффективности управления. Конечно, никто не будет граждан гонять из одной поликлиники в другую для получения одноименных услуг. Такое исключено. Но формировать конститивные центры диагностические на той базе, где есть вся диагностика, компьютерный томограф, и сделать это доступно для всех жителей Наймырского района, в смысле Норильского большого района, это правильно и важно, и так мы и будем поступать. Борис Малкович, позвольте все-таки несколько слов еще. Дело в том, что как бы у нас специалисты, врачи, да, которые живут в Норильске, на Таймы, в Кайркане, в Толнахе, они устраиваются в эту поликлинику, потому что там места жительства их. И ездить за 40 километров, допустим, от Толнаха до Кайркана, не совсем это радостная вещь. Причем, я же говорил о том, что проблема все-таки специалистов на северах не в том, что их не хватает, а в том, что зарплата сейчас небольшая. И вот этими многими всякими модернизациями и оптимизациями привели к тому, что сейчас зарплата там вообще не привлекательна для специалистов. И когда я акцентировал как раз вот в этой части вопрос, ну, он остался без ответа. Но вот с этой концепцией, ну, я не думаю, что там врачи будут довольны. Именно так в такой системе работают. Причем для них это вообще непонятно. Если в Толнахской больнице не хватает специалистов, и в Норильске их тоже не хватает, а мы их все-таки отправим туда, то кому-то мы сделаем хорошо или Столнаху людей отправим в Норильск, я не согласен с этим. Павел Игоревич, никаких модернизаций по заработной плате медицинских работников Норильска последние годы не проводилось. Я еще раз хочу, чтобы, пожалуйста, услышите. Модернизации заработной платы в учреждениях Норильска никаких не проводилось. И дефицит кадров, который там сейчас есть и по-прежнему существует, он требует решения не только вопросами, конечно, юридического там укрупнения. Это только один из элементов работы. Я рассказал примерно, как мы предполагаем это использовать. Это, конечно, долгосрочная работа по привлечению туда специалистов. И мы с вами в этом году уже приняли ряд существенных законов. Вот сегодня еще будет корректировка этого законодательства по добору целевой подготовки для того, чтобы направлять специалистов, в том числе и в Норильск. Это и губернаторский миллион, условно мы говорим, выплаты, да, в Норильске дополнительно 2 миллиона приезжающих. Мы образовательные сертификаты. Конечно, это не решит проблему сейчас и сразу. Но и это вот юридический вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Он не позволит нам решить всех проблем. Совершенно нет. Но и он точно, с нашей точки зрения, ситуацию с доступностью граждан, медицинской помощи, даже в условиях ограниченных ресурсов, мы считаем улучшит. Но при этом мы говорим о том, что мы и с органами местного управления, и с депутатами норильскими, соответственно, будем проводить постоянную работу, как это все работает. Важно же не принять сейчас решение, а важно доказать, что это решение позволяет улучшить что-то. Поэтому я с этого начал и ответственность себя не снимаю. Борис Маркович, вот вы меня простите, вот я окончательную фразу скажу, не надо на нее отвечать. Но дело в том, что депутаты даже от Норильска не знают о этой переписке, которую вы вели с муниципалитетом. И как вы собираетесь дальше с нами работать, мне непонятно. Если вы до этого с нами не проработали, как говорит предыдущий мой коллега, три месяца целых этот вопрос прорабатывали в комитете. И ни одного из депутатов от норильской территории не спросили. Алексей Викторович. Мы не будем так делать, как предполагалось, может, раньше, я не знаю. Но вот в этом только суть. Но почему мы здесь устраиваем дискуссию, когда это можно на площадке? Вот по коронавирусу. Мы четыре часа эту тему обсуждали. Четыре. И все заинтересованные депутаты могли на этой площадке высказать свое мнение. Мы не за то, что надо реорганизовать, но мы каждого могли услышать. Да пожалуйста. 150 человек участвуют у нас в комитете, в том числе главы администрации. Мы приглашаем главные врачи. Вот вы посмотрите последний комитет. 150 человек. То есть весь край участвует у нас в тех обсуждениях, которые касаются или реорганизации, или вообще тех вопросов здравоохранения. Да пожалуйста, подключайтесь, высказывайте свое мнение. Мы каждое мнение услышим и спросим министра там. А надо ли? Спасибо. Извините, у меня поведение. Да, Марина Ивановна. Извините, пожалуйста. Вопрос действительно очень. Мы тут до конца сегодня не выслушаем всех, которые сегодня решили поговорить о том, что врачи, наверное, в Норильске будут недовольны. А вот если бы привезли это письмо, где врачи недовольны, и где мнение депутатов, для этого депутаты одномандатники есть. Но у меня другое. Вы знаете, я первый раз в жизни вижу, чтобы наши сессии превращались в диалоги. У нас человек, который сидит с места депутата и выступающий на трибуне, не надо спрашивать, буду ли я отвечать, никто не поднимает руки, иначе так, не согласен, не согласен. Давайте по ведению. Во-первых, нужно определиться, я говорю с голосом, что любой депутат может выступать по вопросу один раз, дать возможность другим, и правильно формулировать их. Потому что если я не согласен и так далее, это уже, мы здесь не лишние. Поэтому я прошу в комиссию по регламенту четко написать. И диалогов устраивать здесь не надо. Для этого есть, еще раз говорю, другие площадки, где можно это говорить, и помощники, которые имеют высшее юридическое образование, и которые помогают депутату, если у него не все получается в жизни, формулировать и вопросы, и запросы. Спасибо. Марина Ивановна, спасибо. У нас действительно есть возможность у депутата выступить, но все-таки два раза, по одному и тому же вопросу. Но, тем не менее, ваше предложение и замечание принимается, коллеги. Действительно, общение одного нашего представителя, но не должно превращаться один вопрос за одним, мы там набираем почти по пять. Алексей Владимирович, пожалуйста, вам, как представителю сообщества медицинского, пожалуйста, вашу оценку, пожалуйста. Уважаемые коллеги, значит, я хочу к сути все-таки обсуждаемого вопроса вернуться, и вот эти все эмоциональные наполставания немножко отодвинуть в сторону. Значит, если говорить о сути того, что предлагает Министерство здравоохранения, что с точки зрения управления здравоохранением – это абсолютно оправданный шаг. Укрупнение юридических лиц в сфере здравоохранения – это шаг, который направлен на повышение эффективности во всех сферах, как управления, так и финансовых трат, так и, кстати говоря, управления кадровым потенциалом отрасли. Те вопросы, которые не связаны с теми вещами, про которые я говорил, являются эмоциональными. Мы же все прекрасно понимаем, что никто не будет отправлять там врачей из Кайркана в Норильск. Никто их не будет отправлять, потому что все абсолютно лечебные учреждения остаются на своем месте со своим функционалом. Понимаем, что статус главных врачей будет изменен на руководителей структурных подразделений. И это так будет сделано. И никаких поражений те, кто являются, как Юрий Михайлович говорит, работниками в полях здравоохранения, никаких поражений их прав не произойдет. Искать скрытый смысл каких-то, я не знаю, задумок Министерства здравоохранения в этом не имеет никакого, мне кажется, резонной траты времени, потому как крупные медицинские холдинги на сегодняшний день показали свою эффективность везде. И мы в Красноярском крае должны в этом же русле идти, если мы хотим систему здравоохранения из состояния архаичности вывести в современную отрасль, которую мы сможем очень хорошо администрировать. Значит, я считаю, что в дальнейшем мы должны такой опыт по укропнению юридических лиц в здравоохранении распространить не только на наши районные учреждения, но и на наши крупные лечебные учреждения, которые при объединении могли показывать свою как лечебную эффективность, так и эффективность административную. Поэтому, считаю, тот закон, который мы сегодня рассматриваем, может быть, и с лишней эмоциональностью все-таки поддержать, так как это является первым шагом на пути очень правильной и очень своевременной. Как показывает, все сейчас рассылаются на этот фактор, да, как показывает даже наше время непростое по управляемости структуры, по управляемости системы, я предлагаю это предложение Министерства здравоохранения поддержать без всяких оговорок. Уважаемые коллеги, так и хочется предложить начать голосовать. Микрофоны еще горят. Алексей Викторович, вы настаиваете на комментариях. Как раз уже давно зажегся мой микрофон, да, я его зажег. Коллеги, я все-таки полагаю, что речь не идет о той концепции, о которой так горячо сказал Илья Александрович, о том, что больницы с менее эффективными руководителями присоединяются к больницам с более эффективными руководителями. Наверняка же речь идет вообще об создании более эффективной системы, независимо от персонали руководителя, чтобы даже любой средний руководитель мог в этой системе эффективно, не ухудшая, а улучшая качество обслуживания пациентов, руководить. А уж если при этом он окажется талантливым и замечательным человеком, это будет просто приятным бонусом. Спасибо. Денис Геннадьевич, мне кажется, вы уже не менее двух раз выступали. Два раза выступали, не одна фраза. Просто я скажу одно. То, что я выступаю и говорю некоторым здесь товарищам, им не нравится, это позиция фракции ЛДПР. Фракции ЛДПР. И здесь у нас многопартийный парламент, понимаете? Так что нервничать, нервничать не нужно. Коллеги, переходим к голосованию. Фракция ЛДПР не будет поддерживать данную законопроекту. Подождите, прошу прощения. Елена Михайлович, вы от комитета еще что-то скажете перед голосованием? И они разделились, поэтому будем голосовать через систему, пожалуйста. Да. Ну, мы, я говорю, трижды откладывали этот вопрос. Трижды ставили министерству задачу, чтобы согласовали со всеми, кого касается вот эта реорганизация. Все документы, которые мы рассматривали на комитете, министерство представило, то есть все согласования есть. Поэтому мы поддерживаем вот эту реорганизацию. И я думаю, вот то, что Борис Маркович сказал, вернуться к этому вопросу по тому, как идет эта реорганизация. Вот давайте мы в план комитета это поставим, я думаю, через три месяца. Как раз депутаты, которые заинтересованы в анализе ситуации на местах, они будут в теме, и они, конечно, будут давать оценку вот этой реорганизации. Нам недолго вернуться к тому, что было. А уже на сессии, если там через полгода можно вернуться, и на сессии Борис Маркович доложит вообще, как идет реорганизация. Спасибо. Давайте голосовать. Коллеги, таким образом я ставлю вопрос на голосование на проект постановления о согласовании реорганизации. Комитет свою позицию озвучил. Уважаемые коллеги, прошу внимательно голосовать. Пожалуйста, прошу включить систему. Спасибо. Постановление принято. Спасибо, Борис Маркович. Спасибо за поддержку комитета. Спасибо всем. Рассмотрим.